Ну, вот про женщину Фрэнка. Там есть примечательный момент с Фрэнком во время его свадьбы, что герой Бролина, про которого вы рано вспомнили, герой Бролина, он, как это сказать, нехороший полицейский, и он наезжает на Фрэнка, когда он с женой, только-только они поженились, выезжают на этой… На другом автомобиле, нет? Да, они останавливают, и он их как… наехал на него, так можно сказать, что будешь нам денег отправлять. Он откуда-то знает, обрати внимание, вот этот полицейский откуда-то знает, что Фрэнк торгует наркотиками, вот блин, угадал, наверное. Откуда машина? А шуба сколько стоит? А вот он так, вызывающий себя ведёт, ну как, вызывающий, он, можно сказать, хамит, правильно, Фрэнку. Почему он думает, что подобное его поведение сойдёт с рук? Мол, полицейский. Это его земля, Дима, сколько раз бы говорили, нам бы все платили… Полицейский трогать нельзя, вообще нельзя трогать. У него лицензия на убийство. Да, у тебя есть пистолет, и ты из него можешь по гражданам стрелять, потому что у тебя в Ксиве пистолет записан, ты ж по закону стреляешь. Закон – это я, как говорил Сильвестер Сталлоне. Он спросил, Дмитрий Лёвич, когда он сдал красный Ксивой пистолет, грустнее, я его не видел подавленным никогда, потому что он с Ксивой был. Человек, как я ему сказал, а без Ксивы ты говно, ты на себя-то посмотрел. Полицейского убивать нельзя, поэтому он и хамит, т.е. это совершенно очевидно, что ты продаёшь-то только с моего благословления. Это я разрешаю, и ты продаёшь. Т.е. получается, неважно, насколько Фрэнк большой в делах, полицейский считает, что он выше его стоит. Естественно, да. Ну, тут несколько неправильно всё это показано, потому что организованная преступность – организованная – она в первую очередь про сращение криминала, т.е. уголовников, с государственной властью. Два проявления – это городская администрация и полиция, т.е. чиновники и полиция. И с теми и с другими надо непрерывно заносить бабло. Т.е. вот вопрос, сможем ли мы с Дементьевым торговать наркотиками, он в первую очередь про то, что мы никого не знаем ни со стороны наркобарыг, ни со стороны власти, представителей которой всё это крышует. Ты не знаешь, и на тебе очень быстро сделают статистику. Только вышел – вот тебя уже заарестовали, руки закрутили и поехал в маркетингу. Причём если у тебя будет на кармане мало наркотов, там на своё подвезут. Добавят, да. Вот. Этим заниматься нельзя. А этот… т.е. тут непонятно, как это он. Вот он общается с итальянцами, вот он всё знает, вообще вот ты такой прошаренный, прохаванный, такой умный, и никому денег не платишь. Да такого быть не может. Просто при таких объёмах продаж ещё и такого товара такого не может быть, поэтому это чистое кино. Представляете, что там ещё фраза… Минута. А то, что хамит – ну, это от конкретного человека зависит. Т.е. Бролин – он там суровый мужчина, с ним, кстати, Джин Пантекорва из семьи Сопрано там вокруг прыгает с сумками. Не, он, как Оперс, а правильно вёл именно натиск – пугать ничего себе, ты на моей земле. Да, ну а как разговаривать-то? Только так разговаривать, что надо. Странно, что Бандит Дегрис сказал – как так? Я работал, зёрнышко к зёрнышку – ты ничего не делай, тебе доли давай. Золото собирал, а теперь что? Убей его жилок! Вот странно, что он это сделал на глазах у всех на свадьбе, что, я думаю, это… Ну, это кино, Дима, это кино. Ну, я понял, понял, ну как? Т.е. специально выбранный момент, чтобы нагадить в душу. Да, чтобы унизить, нагадить. Странно, что он ему там всё не нассал ещё, не завис газету… На невесту. …газету не порвал и накакал так, и ушёл, вот, нюхайте я. Я просто вот к чему, что, вот как вы говорите, что зависит от человека – хамит он или нет, или вежливо бы попросил его просто, сказал «вот я такой представился» и тому подобное. Это же, опять же, про деньги, и ему, по сути, нужно нормальное отношение с Фрэнком держать? Зачем? Ты говно, а я начальник. Будешь платить. Я сказал платить – будешь платить, это ж всё на животном уровне, я тут главный, как с собакой. Дал в рыло, блин, она сразу понимает, кто хозяин. Вспомните фильм «Помните Скарфейс»? Там тоже он пришёл, раненый из кабака, и полицейский сидит спокойно. Это вы сами тут разбирайтесь, а я ни при чём, меня убивать нельзя, но допустил ошибку. Вы сами тут работаете, а долю принесите. Ваши эти говнотёрки никого не интересуют. Но поведение Фрэнка не осталось безнаказанным, на него совершили покушение. И там есть такой момент, что герой Бролина обеспокоен тем, что Фрэнка пытались убить. И понимая, что Абролин, он получается не на этой территории работает, где покушение было совершено, и он знаком с героем Рассела Кроу. Давайте вернёмся к этому вопросу. Там есть момент, где они знакомятся Рассел Кроу с Бролином. Рассел Кроу там меченые деньги, они пытаются вынюхать, что происходит с этим чистым героином, и Бролин получает, по-моему, 20 тысяч долларов. В сумке деньги, они хотят закупить товары, но человек… Они выехали из Нью-Джерси и заехали из Нью-Йорка. Да, где как раз-таки рулит Бролин. И Бролин, не зная, кто эти люди, отнял деньги у человека – сумку с деньгами, что это значит? Сум не зная, совершенно справедливо отнял. Ну, он же не знал, что это работа полиции какая-то ведётся. Так получилось. Да. И герой Кроу подбегает и говорит, парни, тут неудобно получилось, деньги все у меня пронумерованы и тому подобное, а давайте, это моё. Ну, он так наивно мне показалось, что в этом моменте действует. Они даже немножко видятся в шоке в каком-то, что к ним так обращаются. Ну, типа, ты такой простой, мы тут деньги забрали, а ты хочешь обратно, но они, тем не менее, отдают. Он представился как мент, естественно, они его воспринимают как полицейского от того, что он сказал, что все купюры переписаны, и не то они там начинаются на 35 или что-то там такое. В общем, номера есть. А ты проверили, помнишь? Номера, да, посмотрел, достал – да, действительно так. Ну и тут нет никакого смысла, т.е. вот у него значок иксива, вот деньги именно те, что он говорит, никакого смысла припираться нет вообще, т.е. на 20 тысяч долларов там говорить-то не о чем надо. Забери, чтоб больше я тебя здесь не видел. В театр захочешь сходить – сперва позвони мне и получи разрешение. Нахамил, опять-таки, как подобает джигиту. На этом закончили. Там нет предмета для спора. А, кстати, они смотрелись хорошо, если мне жетоны – ну вылитые бандиты, да, такие? Ну а как ты оперативника от бандита отличишь? Хотелось бы узнать. А вот Ричи, вот то, как он себя с ними ведёт и тому подобное – да, он честный, но вот как по-вашему, он как полицейский, вот то, как он ведёт с собой работу, нормально ли, что он такой немножко добрый, если правильно так сказать? Почему нет? Ну люди же разные. Ну в его работе, в его стезе такое ему не вредит разве? Абсолютно нормально. Раскрываемости главное, чтоб не вредило, как ты понимаешь. Не вредит даже то, что он дружит с бандитом с детства. У него же там друган – бандит. Ну нас-то это тоже нахлобучило, как ты понимаешь, когда в 90-е годы половина друзей ушла в уголовники, ну вот нам по тридцатнику, да, грубо говоря. Одни тут, а другие здесь. Ну, с день рождения вместе сделают. Да. И что? Ну вот мы при встрече там, привет конкурирующей организации, все дружно глумясь, а чё делать? И как дальше жить, расскажите? Никто там никого это не сажает, не стреляет с одной стороны, а с другой – ну вот так жизнь сложилась. А у них с детства так. Нас-то капитализм накрыл только вот в 30 лет, грубо говоря, а у них сызмальство так вот получается. Это печально. Ещё такой художественный фильм есть «Чёрная месса» с Джонни Деппом, где там вообще в тупую у сенатора США брат, уголовник какой-то мега-авторитет в городе Бостоне. Это я вообще не представляю. При советской власти такое было вообще невозможно. Как это? Как это? И Опер из ФБР, он вместе с ним вырос там, понимаешь, и договариваются – давай ты там мелочёвку всякую сдавать будешь, а я отчётность, а я глаза прикрою на то, что ты делаешь. Это вообще… Ты чисто ленига. Да. Это вообще… Как это у вас так получится? Там смотришь, как какая-то… С одной стороны, для нас привыкших к тому – это какая-то вообще дикая фантасмагория, такого быть не может, а с другой стороны оно так и есть. Т.е. это «Блэк Месса» – это одно, наверное, из лучших расследований на тему уголовщины в США за весь 20 век. Очень… Вот книжка отличная вообще. Кино послаб же, ну единственное, что там Джонни Депп действительно как актёр выступает, играет негодяя, не дурачка там Тиканутова, как это он обычно сам себя изображает, а тут всё-таки актёрская работа хорошая тоже, как про бандитов мне понравилось. Так-так. Ну вот, Бролин с Ричи был знаком, ну с Ричи, так героя Расла Кроу зовут, и когда совершается покушение на Фрэнка, Бролин бежит к Кроу и просит его… выражает свою обеспокоенность безопасностью Фрэнка за пределами, получается, своей территории вот этого Нью-Йорка, и так и говорит, что дойную корову надо оберечь. О чём мы и говорим здесь? Опять в Серёженьку нашего стреляли, так ведь и убить ненароком могут! Вот у меня такой вопрос – это всё… ну мы же зрители, мы же понимаем, кто есть, кто нам показывает больше эпизодов, чем знают сами герои, и это, по сути, разговор добропорядочного полицейского с продажным, но на деле вот то, о чём говорит герой Бролина о том, что, во-первых, это деньги, ну тут всё на этом завязано, но это его корыстный интерес, но он его и взывает к тому, что тут всё устоялось, наконец-то улеглось, и тут какой-никакой на порядок. И вот из произнесённого с экрана получается-то, что по словам продажного копа, по тому, что он предлагает, как раз-таки все выигрыши, правильно? Но можно ли это расценивать как вот это, о чём мы многократно говорили, о романтизации уголовщины? Нет, это не романтизация, это, как оно, статус-кво, так сказать. Вот у нас вот так, они все такие, там один Рассел Кроу не такой, как они, этот про то, что Бролин, про то, что наконец-то всё нормально, всё хорошо, подразумевается, что Рассел Кроу тоже деньги берёт, а он один не берёт, т.е. для всех всё хорошо, кроме его одного. Ну, получается, в этой системе он занозен. Ну что, ну всякие люди бывают. До этого был один выдающийся фильм под названием «Серпико» с Альпачиной, это, по-моему, вообще единственный, ну который я, во всяком случае, знаю, фильм про честного полицейского. Тоже, кстати, на реальных событиях, основан там туда-сюда, я больше не встречал. Остальное – это больше как-то это приключения всякие, типа «Полицейский» из Беверли-Хиллз, а «Серпико» он такой, с социальной нагрузкой, так скажем. Проблемный фильм, освещающий там специфические вещи. Ну вот, этот, наверное, второй. Это вот первое, так сказать, что на память приходит, а так нет. Кругом одно варьё. В кино они норовят себя со страшной силой романтизировать, всё у них хорошо. Красть тут Мел Гибсон, а с ним Роджер Гловер там, или как его там… Дэнни Гловер. Дэнни Гловер, да. Роджер Гловер – это басист из группы «Ди Пёрпл». Вот они вместе там, они вот белые, чёрные, они там решают… Как бредятина, ёлы-палы, как кино. Ну-ка, нам как папуасам смотреть это интересно, потому что мы не представляем, что там на самом деле внутри. Ну, на самом деле это как эти, Бэтбойс Майкла Бея с двумя кадрами, т.е. такая прикольная комедия. Это проблемные фильмы, да, вот так. Такой момент насчёт Ричи. Вот получается, после вот этой ситуации, когда Бролин пытается всё тут уладить, и Ричи же не может победить всю наркоторговлю. Вот получается, его принципиальная позиция насчёт того, что вот надо – это бандиты, и их нужно посадить. Ну вот, он копает под них, это неправильно. Но какая польза от его принципов, если всё вокруг не поменяется ровным счётом никак? Ну вот посадит он Фрэнка, там опять кто-то придёт заново. И ещё народу завалят, пока будут делить эти сферы влияния? Рассел Кроу незнаком с передовым марксистским учением, что вот это копошение в говне, оно не приведёт ни к чему. Но, если верить фильму, оно привело к серьёзнейшим результатам, к серьёзнейшим. Т.е. там отделами сажали всех этих борцов с наркоторговлей и прочее, совершенно справедливо. Ну там какая-то глобальная операция, следом вот там они тренировались ещё, а следом они уже, когда мафиозные сообщества душили, там ещё серьёзнее подходили. Есть такой художественный фильм «Донни Браско», где опять Джонни Депп играет агента ФБР, внедрённого в итальянское преступное сообщество. Есть две книжки. Одна книжка, по которой кино заснято, а другая книжка, которую он написал после судов уже, когда суды закончились, ну Джонни этот, как его, «Донни Браско» этот посадил 200 человек, ну 6 лет внутри ОПГ итальянской, ну и 200 человек посаженных. В общем-то ты, как оперативник, ты фактически джедай, бьёшься там на стороне добра с тёмными силами – надо ли это делать или не надо? Для меня загадка – зачем они этим? Вот тут мне непонятно, зачем они этим занимаются, я не понимаю. И с детства выросшие среди всяких вот этих подонков и не имея никаких моральных установок в голове, там же этим заканчивается в итоге, что он уволился, пошёл в адвокаты и начал защищать Фрэнка Лукаса. Да, вот такой момент. Что это вообще такое? Ещё ты тут борьбу какую-то затеял? Я тебе как-то рассказывал, что про этого известного там польско-ирландского убийцу, которого там, я не знаю, 20 лет не могли поймать… Который Куклинский? Да, там мент, католик, какой-то яростно верующий, который как опера, он считает себя рукой Господа, который вот это… Я рука Господа, и через меня Господь корчует зло. И вот поэтому, потому что он адский верующий, потому что он упертый, я вот тут сила добра и всё такое, только поэтому он его там выщемил, выловил и посадил, в конце концов. А так всем похер, ничего никому не надо. Там оно, ты знаешь, в этих самых англосаксах… Ещё гражданин Герцен подмечал, что в этих западных людях каждый человек содержит в себе полицейского, судью и всякое такое. Они ведут себя не так, как мы, совершенно по-другому, т.е. они законопослушные осознанно, законопослушные – вот так вот я делать не буду, и вот так делать не буду, и вокруг меня так делать не будут, потому что так нельзя. И это вот на бытовом уровне серьёзнейшим образом блюдётся, поэтому там чистота и порядок, потому что граждане сами выполняют роль полицейских для самих себя. А когда в подобные сообщества попадают какие-то подонки, ну, например, приехавшие из Италии, Сицилии, мафиози – это как в анекдоте. А у меня козырь, помнишь? Тоже говори, как там, я не помню. Тут мне карта так и пошла. Бросаем карты на стол, давайте проверим – джентльмены верят в Маслова. Да, тут мне карта так и пошла. Т.е. вот люди, которые живут понятиями, там, 15 века, когда приезжают в цивилизованную страну, говорят, что тут вообще как… Дворники не снимают! …эта страна лежит перед нами, как шлюха, и просят, чтобы её трахнули, блин, просто просят. Ну, конечно, когда вот такие обезьяны попадают в приличное общество, то нетрудно догадаться, что там будет в целом. Я забыл, про что ты спросил, Джон. Ну и честный, повторюсь, честный – он просто исключение. Это в фильме многократно подчёркнуто, что ты вот один такой, найди себе ещё кого-нибудь. Ну и там чисто семь самураев, он себе ищет там замечательных парней, которые там кого-то за жопы хватают ещё. Они такие прикольные, понять-то невозможно, а что вы? А на основании чего вы честные? Это раз, что вас к этой честности ведёт? Второе – а как вы тут службу несёте? Почему коллеги по опасному бизнесу от вас до сих пор не избавились, что вы не даёте деньги зарабатывать вообще? На фига это? Там, между прочим, с деньгами-то у всех не очень, несмотря на все рассказы. За копеечку удушится любой, наше любимое, что когда там какой-нибудь частный детектив или полицейский там, скажи мне, кто это, что ли? Ещё я не скажу – раз, десятку баксов, десятку. Ну вот тут вот это вот, это вот. Я так и представляю, как ты уголовнику даёшь 500 рублей, ну расскажи мне. Головний Тарас, добавить надо барин. Да, я даже представить не могу, что после этого будет. А там нормально как-то, блин. Местами очень странно.